Здравствуйте, с вами вновь я, Евгений Суриманов, и мы продолжаем изучение шаблонов проектирования на языке Java. Сегодня мы рассмотрим шаблон под названием Prototype. Цель данного шаблона — определить вид создаваемых объектов, его состояние, то есть значение всех полей объекта, с помощью какого-то экземпляра прототипа, и создавать новые объекты, уже копируя этот имеющийся у нас прототип. Этот шаблон используется для создания копий заднего объекта. Пример использования. Мы используем шаблон прототип, если классы, экземпляры которых необходимо создать, определяется во время выполнения программы, либо для избежания построения какой-то сложной иерархии класса, фабрик и так далее. Мы также используем прототип, когда экземпляры класса могут находиться в одном из немногих возможных состояний. Рассмотрим такой пример. Предположим, у нас есть некий удаленный репозиторий, на котором лежит наш проект. И мы хотим получать копию данного проекта. То есть это какое-то подобие гид, но с крайне резвым функционалом. То есть мы можем только копировать наш проект и как-то с ним работать. При этом исходник останется неизмененным. Для начала мы создадим интерфейс. Было бы логично назвать его Clonable, но, как вы знаете, интерфейс Clonable уже есть в GTK. И, кстати, он является реализацией шаблонов прототип. Назовем его Copyable. Только не класс, а интерфейс. И этот интерфейс будет иметь один-единственный метод типа Object под именем Copy. Почему Object? Потому что в будущем мы сможем использовать данный интерфейс для других типов, которые нам понадобятся, не только для проекта. И нам нужно будет только выполнить приведение типа. Теперь мы создадим с вами уже наш класс Project. Наш класс Project будет иметь такие поля, как ID, имя проекта и какой-то исходный код. Для легкости реализации мы сделаем сорсей в виде стринг. То есть можно было бы файлы, но это будет несколько сложнее реализовать. А для понимания это сути не меняет. Теперь мы создадим конструктор. Создадим getter и setter. Теперь мы сделаем так, чтобы наш класс Project имплементировал интерфейс Clonable. Мы реализуем метод Object следующим образом. Наш метод Copy внутри себя создает экземпляр проекта, который в конструктор принимает поля нашего имеющегося проекта, то есть его самого. Project Name и Source Code. А возвращает он нам уже копию данного проекта. И давайте определим метод ToString для нашего проекта. Вот у нас проект есть. Теперь давайте создадим некую сущность, которая штамповала нам наши проекты и назовем его Project Factory. Данный класс будет иметь поле проекта, создадим конструктор и создадим setter. И будет иметь такой метод, типа Project Clone Project. Он будет возвращать нам копию имеющегося проекта. И приведем эту копию к типу Project. Это у нас есть. А теперь давайте создадим уже некий клиентский класс и назовем его version control runner. Наш клиентский класс будет сначала создавать какой-то изначальный проект. Назовем его Master. Новый проект. ID-шник 1. Super Project. И Source Code будет, к примеру, такой Source Code, New Source Code. Это у нас также есть. Хорошо, теперь выведем наш проект и посмотрим, что же мы получим. Мы запускаем проект и получаем проект ID-шник у него 1, имя Super Project и сорцы у него вот такие. Хорошо, это у нас также есть. Да, так красивее. А теперь сделаем следующее. Мы создадим копию этого проекта. У нас есть два способа. Один не самый лучший способ, это мастер, создадим мастер-клоун, который равен мастер-копии. И нужно привести его к типу проекта. Это у нас есть. И теперь выведем значение нашего мастер-клоу. Запускаем. Смотрим. Видим, все одинаково. То есть все работает, но нам нужно в клиентском ходе выполнять приведение типов. Давайте воспользуемся уже имеющейся у нас Project Factory. И сделаем следующее. Для начала создадим фабрику, которая в конструктор себе будет принимать наш проект мастер. Теперь мы создадим новый проект. Назовем его мастер-клон, который будет равен factory-клон-project. То есть мы клонируем проект мастер, который получила наша фабрика. Это у нас также есть. И запускаем наш version control runner. И видим, что у нас все одинаково. ID-шник одинаковый, суперпроект одинаковый и сорсы также одинаковые. Давайте еще посмотрим, как это выглядит в виде диаграммы. Вот у нас, как видите, есть наш класс-проект, который имплементирует интерфейс copyable. И у нас есть фабрика Project Factory, которая имеет в качестве одной из своих полей проект 1. И в нашем клиентском коде мы создаем один из проектов. Это у нас понятно. На этом мы заканчиваем изучение шаблона прототип. До новых встреч. Всего доброго.